Добрый день, я Николай Михайловск, генеральный директор МТР. Также по совместительству я немножечко преподаю в Томском государственном университете. И сегодня я хотел поговорить о разных статистических свойствах языка и о том, какие из этого следствия для построения языковых моделей следуют. То есть мы будем мало говорить про обучение без учителя, много будем говорить про статистические свойства языка и поменьше будем говорить о языковых моделях, основанных на грамматиках связи. Первая вещь, о которой хотелось бы рассказать, это о корреляциях в человеческих текстах. В текстах, написанных человеком. И есть много разного рода, разным образом полученных результатов, которые говорят о том, что корреляции в человеческом тексте бывают с расстоянием по степенному закону. Эти результаты получены, скажем так, разными исследователями с помощью разных способов с середины 90-х по середине 2010-х годов. Я сейчас расскажу то, как это было сделано в немецкой, израильской работе 2006 года, потому что у них такая модель, которую легче всего воспроизвести в нынешних условиях, хотя то, что они делают, оно несколько устарело. То есть что они делают? Они рассматривают мешки слов, bag of words, и для каждого мешка слов строят вектор этого мешка слов. То есть вводится общее пространство векторное, где каждое возможное слово является базисным вектором, такое очень-очень многомерное пространство. Когда мы сокращаемся до одного текста, это пространство из очень многомерного, из очень-очень многомерного, где порядок количества слов 100 тысяч превращается просто в очень многомерное с порядком количества слов в 10 тысяч. И дальше они на самом деле отфильтровывают какое-то количество слов, примерно 10% слов наиболее часто встречающихся, которые дают примерно 80% текста, и строят матрицу связи слов в таких мешках. То есть если два слова попадают в один и тот же мешок, они берут, добавляют к соответствующей ячейке единичку. Вот. Дальше нормализуем такую матрицу, вычтя из нее то, что получилось бы в случае случайного источника. А в случайном источнике у нас получилась бы матрица, у которой элементы являются произведениями частот этих слов. И еще уменьшим размерность пространства, чтобы получить совсем разумного какого-то размера пространства, там несколько сотен или совсем маленьких тысяч измерений. И будем наблюдать за движением этого вектора, вектора мешка слов, строя, последовательно сдвигая мешок слов на одно слово. Сдвигая, сдвигая, сдвигая. И будем смотреть, как движется вектор мешка слов в этом пространстве. И построим автокорреляционную функцию. То, как коррелирует слово, как коррелирует этот вектор с вектором через время t, то есть через время tau, через tau слов. Вот, например, картинка, которая при разных размерностях пространства демонстрирует то, как выглядит автокорреляционная функция. И видно, что до расстояния примерно в 10 тысяч слов в лог-лог-шкале эта функция примерно, приблизительно, линейно убывает. До расстояния примерно в 10 тысяч слов. Соответственно, это значит, что корреляции между этими мешками слов, корреляции между кусками текста альварис локал с автором берут в 100 и в 200, но убывают степенным образом до достаточно далекого расстояния. До расстояния в 100 раз большего, чем длина мешка слов. Можно проанализировать разные длинные тексты и получить то, что экспонента, по которой бывает, она то, что называется гипердиффузионная. То есть у нас диффузия вот такого вектора, то есть экспонента находится в рамках от нуля до единицы. Двумя исключениями из этого правила являются Гамлет и Нейкт-Ланч Бороуза. С Гамлетом там непонятно, почему так. Ну, то есть как-то я не подумал и не додумался, почему у Гамлета экспонента такая большая, так не связаны части. А с Нейкт-Ланч, если кто-то читал, там все понятно. Там такой наркоманский абсолютно текст, в котором и на коротком-то расстоянии связи очень слабая, а на длинном уж совсем. И то, что оно экспонента убывает медленнее, чем у Гамлета, для меня удивительно, потому что текст, ну, абсолютно наркоманский. Но в любом случае корреляции между back-of-words в человеческом тексте убывают по степенному закону. В анонсе вебинара мы говорили про закон цифр, который тоже степенной, но он на самом деле к делу не относится. Там закон цифр удовлетворительно объяснить еще предстоит. Но то, что корреляции убывают разными способами, не только таким через вектора back-of-words, разными другими способами были померены, и везде корреляции в человеческом тексте при всех способах измерения убывают по степенному закону. Там могут отличаться экспоненты в этом степенном законе, в тексте. Опять же, вот в том методе с back-of-words там достаточно много параметров. Там и от размерности пространства оно заметно зависит, и от фильтрации слов тоже заметно зависит. То есть там есть некоторое количество но. Ну и можно было бы на современном уровне тот же эксперимент повторить, например, с векторами, сделанными из главе или из какого-то берта. Кому нужна тема для диссертации, ловите по вычислительной лингвистике. Но очень важный и фундаментальный факт в том, что в человечьем тексте корреляции убывают по степенному закону. Более того, есть разумное объяснение, почему так происходит. Разумное объяснение состоит в том, что корреляции по степенному закону убывают в многомерных или иерархических структурах. То есть в бесконечно мерных и иерархических структурах. То есть там, где структура одномерная или случайная, или еще какая-то, корреляции будут убывать по экспоненте. И мы об этом чуть позже поговорим. В литературных же текстах у нас есть очевидная структура. Эта очевидная структура состоит в том, что книга состоит из глав. Главы состоят из параграфов или подглав, или рассказов. Эти параграфы состоят из предложений. И вот эта иерархическая структура, важная для человеческого повествования, для принципа разделяя властвуй, когда мы ограничиваем некий текст, некое изложение мысли куском текста, а дальше переходим к смежному, оно дает вот такой вот результат. Более того, можно взять случайный источник и его заставить генерировать в иерархическом... То есть, если мы возьмем просто случайный источник, который с той же частотой будет выплевывать слова из некого словаря, то мы корреляции, убывающие по степенному закону, не получим. Она будет убывать экспоненциально. А вот если мы возьмем генератор иерархический, и мы будем распределять вероятности по некому дереву. То есть, мы сначала составим некое дерево, некий план текста, а дальше будем спускать вероятность сверху, так, чтобы она разделялась по ветвям дерева. Вот в этом случае мы получим очень похожую картину. То есть, мы получим убывание корреляции в таком тексте тоже по степенному закону. Ну и такие работы тоже были сделаны. Зайдем немножечко с другой стороны. Холмским в 50-е, 60-е годы была разработана некая иерархия языков и их грамматик. Что это за иерархия? Самый простой вид языка – это регулярный язык, который описывается регулярной грамматикой, которая, в свою очередь, сводится к автоматам с конечным числом состояний. Ну вот, всякий из вас, кто программировал, сталкивался с регулярными выражениями, они регулярны именно потому, что являются регулярным языком. То есть, регэксп – регулярное выражение – это регулярный язык, который описывается конечным автоматом. Следующий уровень, более богатый, это контекстно-независимые грамматики или контекстно-свободные грамматики. Context-free grammars. И их, они определяют иерархические соотношения, тот тип контекстно-свободных грамматик, которые чаще встречаются, так называемые constant grammars, кто по-русски помнит, как это сказать, подскажите мне второй широко распространенный вид контекстно-свободных грамматик – это грамматики зависимостей и связей. Ну и мы сегодня, чуть позже, как раз о таких грамматиках поговорим более подробно. Соответственно, контекстно-свободные грамматики можно реализовать с помощью конечного автомата, привязанного к бесконечному стеку. Ну, либо напрямую с помощью древовидных структур, рекурсивных структур. Следующий уровень языка – это контекстно-зависимые грамматики, которые на самом деле довольно редко применяются, но которые тоже реализуются с помощью автоматов, но с ограниченной лентой, в которой можно доступаться до любой ячейки. И, наконец, такой тип грамматики, который позволяет описать все, что угодно, любой, в принципе, вычислимый, это рекурсивно-перечислимые грамматики, эквивалентные тюринговской машины, которая, как известно, включает в себя бесконечную ленту. Для каждой грамматики характерны некоторые… То есть, каждую грамматику можно использовать как для разбора соответствующего языка, соответствующего текста, так можно ее использовать и как генератор соответствующего текста. Соответственно, не очень давно было доказано следующее, что в тексте с генерированными регулярными грамматиками, они же эквивалентны марковским цепям, корреляции убывают экспоненциально с расстоянием между токами. А вот в текстах, с генерированных контекстно-свободными грамматиками, корреляции могут убывать по степенному закону. Тут надо в некотором смысле вернуться на шаг назад и сказать, что каждый тип грамматики, он включает предыдущий. То есть, контекстно-независимая грамматика покрывает регулярную, контекстно-зависимая, контекстно-независимая, ну и рекурсивно-перечислимая, они включают в себя контекстно-независимое. Соответственно, в то время, как контекстно-независимые грамматики могут описывать языки и тексты, в которых корреляции убывают экспоненциально, описать язык или текст, в котором убывает корреляция по степенному закону с помощью марковской цепи или регулярной грамматики, или, если уж на то пошло weighted fine state transducer, то есть популярной конструкции, которая используется в распознавании речи, которая тоже эквивалентна скрытой марковской цепи или регулярной грамматики, такую вещь описать невозможно. Ну и на то есть довольно строгие математические доказательства, хотя обычно такими вещами занимаются физики. Более того, вот совсем уже июльская работа целой толпы очень уважаемых людей, она говорит о том, что они делали. Они взяли и проверили способность обобщения разных нейросетевых архитектур на задачах, которые требуют того или иного языка. То, что они получили и то, что, в общем-то, ожидаемо, то, что большие трансформерные модели, а это почти все языковые модели, которые сейчас реально используют, они ведут себя по-марковски. То есть у них корреляция между токенами падает с расстоянием между токенами экспоненциально. И в связи с этим, тогда, когда мы с помощью большой трансформерной модели генерируем текст, мы должны прибегать к неким ухищрениям для того, чтобы текст не вырождался. Ну, вот справа здесь приведено характерное вырождение, которое происходит при использовании трансформерной языковой модели для продолжения знаменитого текста про андских единорогов. Оно вырождается довольно быстро на шестой строчке. И хотя построение больших-больших языковых моделей собственно, показатель экспоненты заметно уменьшает, но сам характер уменьшения экспоненциальной зависимости оно не устраняет. То есть в текстах, сгенерированных трансформерами, не как в человеческом, не по степенному закону, а по экспоненциальному убывает корреляция между кусками текста. Более того, с другой стороны, существуют модели, нейросетевые модели, которые напрямую сконструированы в виде соответствующей автоматизации, и они, как правило, показывают способность к обобщению на грамматике на один уровень ниже, чем должно было быть. Это коллеги списывают на то, что с помощью стахастического спуска того или иного рода адом, адоградом, чего угодно, мы находим такие решения в этих нейросетях, которые недостаточно хорошо обобщаются на вот эти вот сложные языки. Тем не менее, как видно из этой картинки, в самом центре конечные регулярные грамматики и трансформеры позволяют решить задачи и обобщиться исключительно на конечные языки. Собственно, то же самое утверждение в виде таблицы, а не в виде картинки. То есть трансформеры позволяют решить задачи с конечными языками, с регулярными языками позволяют задачи решать РНМК, задачи с маркером состояния позволяют решить классическое ЛСТМ-ка, а более сложные задачи с более сложными языками требуют либо, требуют, собственно, довольно экзотических на текущий момент архитектур со стеком или лентой, присобаченной к РНМК. Вот, соответственно, вот все-все-все это говорилось для того, чтобы некую исследовательскую цель анонсировать, а цель состоит в том, что если нам надо анализировать длинные тексты, то мы должны строить языковые модели, которые обладают не марковской структурой, а структурой иного рода, которая бы позволяла явным или неявным образом отработать вот эту вот иерархическую организацию текста и набор контекстов, которые во всех человеческих коммуникациях существуют. Как раз хорошее время для того, чтобы задать вопросы. И Степан Холин задает вопрос, правильно ли я понимаю, что марковские модели в теории должны более приспособлены быть для распознавания генерации речи? Нет, неправильно. Марковские модели прекрасная вещь, но они естественным образом связаны с экспоненциальным убыванием корреляций. Поэтому на длинных текстах марковские модели не работают. И если в трансформерах у нас есть механизм, который позволяет нам уменьшить экспоненту, по которой корреляция у нас убивает за счет размера этого трансформера, то у марковских моделей и этого механизма толком нет. То есть для распознавания генерации речи марковские модели не более приспособлены, чем, например, трансформеры. А вот рекуррентные сети разного рода, особенно с дополнительной памятью, они для таких, опять же, для задач, связанных с длинными последовательностями, связанными с человеческими текстами, они приспособлены больше. Еще раз скажу с точки зрения распознавания речи. Если вы занимаетесь каким-то кейворд-споттингом, то есть распознаванием слов-триггером, то весь этот спич, весь этот разговор про длинные тексты, он к этой задаче не относится, потому что в кейворд-споттинге у нас очень короткие тексты. То есть мы распознаем очень немного. А вот если наша цель распознать заседание Госдумы, условно говоря, или иную длинную речь, многочасовые переговоры, многочасовые разговоры, то тогда нам желательно иметь инструмент, который в конце разговора будет помнить о том, что было в начале. Например, если мы хотим делать хорошую суммаризацию, то желательно иметь инструменты, которые позволяют в конце текста помнить о его начале. То есть инструменты, которые работают со степенным убыванием корреляции. Пожалуйста, еще вопрос. Вот. Хорошо. Кажется, еще вопросов нет. Теперь, ну вот, языковые модели, которые работают с длинными текстами, можно строить из разных отправных точек. То есть одна отправная точка – это попытка построения через аналог конечной автоматизации, конечного автомата с правильным механизмом памяти. А второй вариант – это пойти напрямую и начать напрямую адресовать иерархические структуры, которые явным образом и неявным тоже в человеческом языке присутствуют. И я расскажу о том, как я в эту сторону неудачно ходил, и почему это оказалось неудачно. Ну, одним из простых способов построения древовидной структуры над языком являются грамматики связей. Грамматики связи совсем эквивалентны грамматикам зависимости и тоже чуть более сложно эквивалентны привычным контекстно независимым грамматикам. То есть это структура эквивалентна тому, что дает какой-нибудь ярги элитомита, но вид сбоку. Но что хочется сделать? Хочется иметь не только некий фарсер, а хочется иметь структуру, в которой есть вероятность, которая является полноценной языковой моделью. То есть такую структуру, которая не только строит дерево, но и может предсказать вероятность такого дерева, построенного на неком тексте. Или, с другой стороны, начать генерировать текст, исходя из некоторых вероятностей. Грамматика связей – это такой формализм, в котором у каждого слова есть некоторое количество коннекторов разного типа, так называемых дизъюнктов или дизджанктов, в зависимости от того, как это произносить. Ну, например, вот такой дизджанкт от существительного к артиклю, например, с буковкой «Д», а другой дизъюнкт от существительного к глаголу, к сабджекту с буковкой «С». Ну и, соответственно, если у нас есть в предложении два связанных слова, они связаны дизъюнктом определенного типа, и эти определенные типы друг с другом должны именно с тем типом, с которым надо стыковаться. Формализм достаточно старый, он в 90-е годы был разработан, и даже были попытки этот формализм на вероятностную основу перевести. Чего в этот момент не хватало, то, что в исходном формализме использовались так называемые левая стена в качестве одного, в качестве начала предложения, и точка в качестве конца предложения. Но если мы хотим все это в реальный парсер завернуть, то это довольно неудобно, потому что там те же точки бывают, не обязательно конец предложения, например, десятичная точка и начало предложения не так. То есть нам нужно чуть более полный формализм, и такой формализм дается формализмом тегов-терминаторов, которые и требованием то, что у нас во всех дизъюнктах что-то присоединено, или другое слово, или тег-терминатор. Причем в данном простом случае теги-терминаторы присоединены только в начале и в конце предложения, а на самом деле их может быть множество присоединено и в середине более сложного предложения, просто потому, что грамматические возможности каждого слова, они достаточно велики, не ограничиваются на самом деле двумя-тремя связями, как в игрушечных примерах. Поэтому теги-терминаторы, они для полноценной генерирующей модели обязательны. Ну и давайте посмотрим, как такая грамматика может генерировать текст. Возьмем какое-то слово с его такими вот незаполненными втыкашками и предположим на время, потом я об этом предположении буду отдельно говорить, что у нас вероятности зависят только от слова и типа дизъюнкта. Ну, у слова cat в дизъюнкте, который ведет к артикулю, например, мы насчитали, что the имеет вероятность 0,6, а a вероятность 0,4. Ну и мы его присоединили там какой-то из них, сделав вероятностный сэмплинг. Точно так же у нас какие-то слова могут присоединиться к другому дизъюнку, ну и здесь у нас присоединился дизъюнк терминатора. И продолжая вот в этом духе мы можем с помощью вероятностной модели и с помощью лексикона генерировать текст, начав с любого в общем-то слова, исследуя по дизъюнкам и в соответствии с вероятностями сэмпля те или иные слова. Ну хочется из этого сделать нормальную языковую модель. Если бы у нас была последовательность линейная, а не графовая, мы бы могли прямолинейно применить цепное правило и посчитать вероятность этого предложения. То есть мы бы взяли вероятность первого слова, потом вероятность второго слова при условии первого, потом вероятность третьего слова при условии первых двух и так далее. И получили бы для вероятности предложение вот такое вот произведение вероятности. Все по цепновому правилу. А дальше то, что, например, в энграммных языковых моделях неявно производится, это урезание. А что значит? Мы берем каждый член вот этого большого произведения и в духе наивного байса разлагаем его на два кусочка. Один кусочек – это то, что у нас входит в языковую модель энграммную. И второй кусочек – то, что не входит. И у нас получается в конце вот этого произведения, это произведение вероятности энграммной модели и некая вероятность, то, что я называю вероятность контекста, которая состоит из того, что мы из энграммной модели навыкидывали. Соответственно, когда мы аппроксимируем энграммную, вот эту вот вероятность предложения, вероятность текста энграммной моделью, мы на самом деле говорим, что вот эта вероятность контекста равна единице. И это очень важное действия, потому что это ключевая аппроксимация, связанная с энграммными моделями. Мы, аппроксимируя вероятность текста аппроксимации из энграммной модели, мы принимаем, что вероятность контекста равна единице. Ключевое предположение. И у этого ключевого предположения на самом деле есть хорошее фреквентистское объяснение. Если мы взяли текст достаточно длинный, то в нем вот этот вот контекст встречается ровно один раз. То есть, если мы взяли достаточно длинный контекст, он ровно один раз встречается. Ну, потому что уникальный даже в большом корпусе достаточно длинный контекст будет. И поэтому там и числитель, и знаменатель, то есть каунты, и числитель, и знаменатель, когда мы в фреквентистском подходе считаем вероятность, они будут равны. Действительно, произведение всех этих, все вероятности контекстных будут равны единице, и их произведение будет равно единице, и мы можем предположить, что вероятность контекста равна единице. И это позволяет нам разумным образом работать с языковыми моделями типа n-граммных. Это такое вот, обычно про это не говорят, но это вот лежит в основе. А вот если у нас языковая модель основана на грамматике связи или любой другой графовой модели, это не ситуация иная. То есть, что мы можем сделать? Мы можем построить дерево разбора предложения. Но дерево разбора предложения, оно внутри себя замкнуто. Контекстная информация находится вне предложения. Для того, чтобы построить вероятность предложения, мы можем использовать цепное правило, например, вдоль каждой ветви, и мы можем даже сделать большое-большое упрощение, сказать, что вероятность одной ветви не зависит от другой ветви, хотя это тоже бабушка надвое сказала, это тоже довольно сильное предположение. Но вот если вдуматься, условные вероятности таких штук, они зависят от контекста. Поэтому мы можем, если мы внутри предложения напишем, вот это вот по цепному правилу разберем, вероятность предложения, то мы должны построить такое произведение, где для каждого узла дерева у нас используется условная его вероятность в предположении, что данный узел плюс в предположении всего, что от корня до данного узла у нас находится. Вот. И эта штука еще не учитывает даже контекста. Вот. Но в определенных кругах у нас есть популярная диссертация Юре 98-го года. Я не знаю, на самом деле, как точно эта фамилия произносится, потому что, насколько я понимаю, человек из Турции, но защитил диссертацию в МАИТИ. И та формула, которая используется Юре, она говорит, что вероятность условная должна высчитываться в точности по одному связанному слову в дереве. Да, это совершенно ложное предположение. Оно ложное не в том, что используется какая-то не та вероятность, и не в том, что можно какую-то вместо взаимной информации, как использовал Юре, использовать еще что-то другое, а в том, что не учитывается оставшаяся древовидная структура, даже до корня дерева. Вот. Поэтому это утверждение, оно на самом деле эквивалентно тому, что вероятность любой энграммы равна вероятности ее финальной беграммы. Ну что, чистая чушь. Соответственно, если бы предположение Юре было верно, то тогда можно было бы действительно удобно считать, удобно насчитывать вот эти вот древовидные языковые модели. что можно было бы сделать? Ну, собственно, Юре это сделал. Считаем взаимную информацию между парами слов в неком окне. И дальше считаем, что синтаксические отношения, они там, где эта взаимная информация велика. И много людей пыталось это делать. Это пытался делать Юре. У него на игрушечных примерах выходило, на более серьезных так себе. Ну, поэтому, кстати, эта диссертация защищена без единой опубликованной статьи. Большое количество последователей дальше ходило в эту область и опять считало разные функции от вероятности пар слов и пыталось на этом учить грамматики связи, грамматики зависимости и выучивать без учителя на основе некой попарной функции слов. И ни у кого ничего хорошего не получилось. И мы из вышеприведенного анализа видим, почему во всех этих вещах не использовалось вообще ни свойства предложения вне пары, ни свойства контекста, который на самом деле определяет и стоит выше. В этом смысле все-таки надо вернуться к этому понятию контекста и привести пример, который Антон Колонин любил приводить, что контекст, да, мы можем говорить о романе «Война и мир», но мы можем более конкретно говорить о том, что в образе Андрея Балконского в «Войне и мир» и мы можем еще более конкретно говорить о том, что Балконский делал на войне, и еще более конкретно о том, что он делал на войне в конкретном моменте. И вот все эти вещи, они образуют некую иерархию контекста, для каждого из которых должно быть некое разумное выражение, и которое мы должны принимать во внимание, когда мы генерируем, например, текст или когда мы разбираем предложение. Вот. Ну и очень уважаемые люди, в том числе Кристофер Маннинг с авторами, они опирались на такое же предположение, что все определяется функциями от двух слов. Но это не работает. Соответственно, если мы хотим построить вот такую структуру для обучения нелинейных графовых языковых моделей, оно должно основываться на более сложных структурах, нежели чем попарные функции от вероятности слов. Ну и это вот одна из тех вещей, которыми сейчас можно заниматься. Вот. Наверное, я все рассказал, что я хотел. Так. Я нечаянно остановил демонстрацию экрана. Нужно к ней... А, она сама. Вернуться, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Как вы считаете, спрашивает Степан Холлинг, есть ли смысл раздельно распознавать контекст от грамматик? Ну вот, как я уже говорил, есть два магистральных подхода, которые можно применить к построению языковых моделей, работающих с длинными связями. Один подход может напрямую отталкиваться от древовидных структур и тех или иных грамматик, работающих с древовидными структурами, например, грамматик связи, грамматик зависимости, еще каких-то грамматик. Либо можно отталкиваться от конечной автоматизации с соответствующим типом памяти. И кажется, сейчас мне кажется, что возможно отталкиваться от конечной автоматизации с каким-то типом памяти было бы проще, наверное. Поэтому, скорее всего, такой подход, для которого контекст проявляется неявным образом, он, возможно, более просто реализуем, более технологичен. Хотя, поскольку ни того, ни другого я не построил, я не знаю, какой подход более правильный. Как можно учесть иерархию контекстов, спрашивает Евгений Борисов. Ну, например, иерархию контекстов, предположим, у нас есть эмбеддинги в некотором пространстве соответствующей конфигурации, например, гиперболическом. А, возможно, можно построить такую структуру, которая бы некие уровни контекстов позволяла встраивать в эти эмбеддинги. Вот. Возможно, другая гипотеза. Да, есть такие, есть сложность по Кацнельсону, есть сложность по Жангу, более старая. Два варианта определения сложности, которые теоретические физики придумали. В основном для задач, связанных с разного рода стеклами. Возможно, какие-то, опять же, вложения или какие-то функции от вот этих вот, связанные с этими либо с Жанговской, либо с Кацнельсоновской сложностью тоже позволили бы, ну, вот, как устроено, что Жанговская сложность, что Кацнельсоновская. Там, на самом деле, идея тривиальная. Идея состоит в том, что абсолютно случайная последовательность, несложная в некотором смысле, и абсолютно упорядоченная последовательность, ну, например, решетка, она тоже в некотором смысле несложная, простая. Значит, сложное нечто, что находится посредине, между случайным и неслучайным. между случайным и абсолютно упорядоченным. То есть сложное – это то, что частично упорядочено. Ну, и, видимо, там естественным образом должна возникать некая иерархическая структура. Так вот, оба способа вычисления сложности, они строят некоторую иерархию, и жанговская сложность, она строит интеграл от некой функции энтропии по уровням гранулярности. А у Кацнельсона просто делается сглаживание, вычитается структура одного уровня и структуры другой. Другого. Ну, мы грубо говоря, взяли картинку, сгладили, вычли сглаженную картинку из исходной и так далее. И сгладили с ядром разного размера. Так вот, кажется, какая-то такого рода сложность должна проявляться тоже на текстах и либо жанговская, либо констанционовская сложность может быть ключом к тому, чтобы построить иерархию контекста. Продолжение следует...